Let's go! Оформят все документы, поцелуют флоп, покрестят дочь. Паспарту! Сколько у нас ключей? Чё! Феноменально! Всем привет! Это тревел-шоу «Велобайки». И я его ведущий Макс Лазован. Сегодня мы будем изучать Бобруйск и его окрестности. Вперёд! План на сегодня такой. Изучить белорусский форт Боярд. Научиться танцевать знаменитый танец 7.40. Посетить костёл Девы Марии. И отужинать в самом атмосферном заведении Бобруйска. Маршрут нам предстоит увлекательный. Не будем терять время. Погнали! Отправляюсь в путешествие я, как обычно, на велосипеде Аист. В тёплое время года это мой любимый вид транспорта. Одни сплошные плюсы. Топливо покупать не нужно. Мышцы всего тела в тонусе. Забота об экологичности. А главное, сколько эмоций и новых впечатлений. Погнали! Бобруйск один из крупнейших и старейших городов Беларуси. Этот город ещё и литературная знаменитость. В романе «Золотой телёнок» Ильфи Петров назвали Бобруйск прекрасным и высококультурным местом. Не начинайте свару. Кто поет Бобруйска, то вы надо решить тесный жребий. И этот факт – особая гордость бобруйчан. Я бы ещё добавил, что в Бобруйске делают самый вкусный зефир и мармелад. И пастилу. Бобруйск основан в 1387 году. Сейчас в городе проживает более 210 тысяч человек. В былые времена Бобруйск был известен традиционными ремёслами и охотой на бобра. Сейчас город славится зефиром и фронтменами группы «Битва». Бобруйская крепость – одна из главных исторических достопримечательностей региона. Её ещё называют белорусским форт-бояром. Стой здесь, так и хочется сказать «Паспарту! Сколько у нас ключей?» Но ключи нам сегодня не понадобятся. У нас есть проводник, который всё покажет и расскажет. Построили Бобруйскую крепость в 1810 году. По лучшим на то время оборонительным критериям. И в стратегически правильном месте. Именно поэтому она стала самой мощной крепостью в то время. И даже французам в 1812 году не удалось её захватить. Но то, что не удалось войскам Наполеона, удалось времени. Сейчас от крепости остались только руины. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Вот я и добрался в Бобруйск. Я путешествую по всей стране. Ищу красивые места, собираю интересные истории, легенды и байки. Уверен, вы мне что-нибудь интересное расскажете про крепость эту прекрасную. Действительно, вы на территории Бобруйской крепости. Уникальной крепости у нас на территории Беларуси. Единственное, начато строиться в 1810 году по указу российского императора Александра I. И там были главные слова «Будь посему». Вот. И я заезжаю на территорию крепости и понимаю, что это не просто в одном месте какое-то здание. Это целый комплекс. Расскажите поподробнее. Да, действительно, крепость строилась как крепость укрепления, форсификации. Ещё по принципу бастионных крепостей. Крепость начали строить на том месте, где когда-то находился город. Главная линия вала была протяжённостью 3 километра на 700 метров. Площадь, которая здесь находилась, всех сооружений – 110 вектар. Огромная территория. Огромная просто территория. Скажите, пожалуйста, проезжал мимо, и такое ощущение, что я где-то или в кино, или в сериале видел вот именно вот эти виды. Может быть, здесь что-то снимали? Да, Бобруйскую крепость очень любят. Здесь снимают много фильмов. И фильмы, связанные с Великой Отечественной войной, и снимают фильмы, которые связаны с 19 веком, потому что здесь сохранились сооружения, построенные по проекту Штауберта, очень известного петербургского архитектора, как дома коменданта, как офицерские фригеля, ну и как же, как казармы. А еще в Бобруйской крепости есть легенда. Так. А это, случайно, не та легенда про Наполеона и его сокровища? Ну, конечно же, да. Расскажите поподробнее, потому что я ее не знаю. Я просто слышал, что Наполеон спрятал сокровища, и больше абсолютно ничего не знаю. Расскажите поподробнее нашим телезрителям, вести ли сюда лопаты, когда они приедут путешествовать? Утонул и золото свое потерял. Ну, легенду более красиво описал наш земляк Украин Севела в своей книге «Легенды. Инвалидные улицы». Он написал о том, что я, как бы, Наполеон, вот он переправлялся, попал в воду, в общем-то, заболел. И привели его в корчок к одному из евреев. И вот все сидели и смотрели на Наполеона, а он чихал, и никто не пил и не ел. А для корчворя это было очень плохо. Понятно. Так скажите, а сокровища эти по итогу нашли? Есть у них какая-то судьба? Ищут. Еще ищут? Ищут сокровища, говорят, что, может быть, евреи к этому причастны. Ну, это, да, это история многих еще, наверное, литературных произведений, которые будут написаны. Здорово. Давайте тогда прогуляемся по территории, покажете еще что-нибудь интересное, посмотрим и послушаем интересные истории. Давайте. Давайте. Светлана, рассказывайте, куда мы приехали? Это одно из сооружений фортификационных крепостей, у нас название Редюит. Вот такие Редюиты входили в отдельные полигонные сооружения, у нас и так говорится по фортификации, они были главные, правые, левые. То есть их достаточно много. Ну, и строились они вообще здесь из бобруйского кирпича, который производился на кирпичных заводах, но строго по циркуляру военного ведомства. Есть легенда? Так, слушаю внимательно. Легенды и байки – это мое все. Так вот, представьте, что на территории бобруйской крепости было 13 комендантов. Ого. Легенда есть – это и на территории бобруйской и брестской крепости. Якобы во время проверки инспекции, как здесь все строилось, все было подготовлено, комендант вел инспекцию, и вдруг увидели лежащий кирпич. Так. И инспекция спросила, что это, на что комендант ответил кирпич, а ему сказали, что это не кирпич, это золото, потому что для российского государства строить две крепости одновременно на территории северо-западных окраин. Это было очень дорого, но это было очень престижно, наверное. Я знаю, что часть объектов законсервирована, закрыта туда, нет доступа. Скажите, а в этот у нас получится зайти, может быть, подняться наверх, посмотреть? Да. Здорово, давайте попробуем. Пойдемте. Давайте прогуляемся, конечно. Пойдемте. Здесь тоже снимали фильмы, поэтому вот это вот они, они то, что сделали здесь, когда фильм снимали у Руки Форсина. Повезло. Поэтому оказалась оставшаяся дорожка. Бобруйская крепость стоит на лабиринте подземных ходов. Раньше половина этажей замка находилась над землей, вторая часть под ее поверхностью. Подземные тоннели до сих пор не изучены полностью. Известно лишь то, что они выходят за территорию крепости, ведут в лес и пересекают границы города. И это вот прям все, и вот этот камень, плитка, это все с того времени. Но, значит, к войне 12-го года этого не существовало. К войне 12-го года, 1812-го года был насыпан только вал, выкопан глубокий ров. А вообще это крепость для пушек, которые заряжались ядрами. Поэтому все сооружения, значит, находятся в небольшом понижении. Траектория полета ядра дугообразная, поэтому пушки выкатывали наверх. Да, и мы сейчас сами наверх пойдем. Давайте наверх пойдем. Прямо сюда поднимались тропами пушки, да, и вот я вижу, в разные направления они не выставлялись. И вот отсюда уже велась вот эта вся военная оборона. Да, вот партификация того времени была рассчитана, что пушки, которые заряжались ядрами, потом с помощью пороха загоралось и вылетало ядро, оно имело дугообразную траекторию. И должно было перелететь уже через вал, а высотой вал был около 12 метров. Светлана, и, конечно же, после наших с вами историй про сокровища, которые еще непонятно, нашли или не нашли, многие предприимчивые захотят приехать, ребята, именно в Абрусск и поискать. Как вы думаете, на основании истории, которую вы знаете, может быть, есть какая-то область, в которой вероятность найти чуть-чуть больше, чем ноль? Не, ну, конечно, на память всегда можно что-нибудь взять. Маленький кусочек кирпичика. Конечно. С климом Розенберг и многие другие, или БК, Бобруйская крепость. Ну, копать уже, наверное, бесполезно. Согласен с вами полностью. Тогда давайте полюбуемся немного видами и посмотрим еще что интересного есть на этом объекте. Давайте. Друзья, исследовать окрестности Бобруйска мне будет комфортнее на электровелосипеде, поэтому я прямо сейчас заменю свой городской на электро. Когда-то Бобруйск считался неофициальной еврейской столицей Беларуси. В 19 веке 71% от всего населения города составляли евреи. Вот мы и приехали. Бобруйская разрушенная синагога. Музей под открытым небом. Музейный комплекс «Еврейский дворик» на месте бывшей синагоги открылся относительно недавно, в 2019 году. Сам по себе дворик – это две отреставрированные стены разрушенной синагоги. Беседка, клумбы, газон, дорожки и памятник, который в ближайшее время будет отреставрирован. На стенах картины о жизни евреев. Также на территории дворика есть список людей, которые участвовали в восстановлении синагоги. В планах создать целый еврейский квартал, но уже сейчас вы можете ознакомиться с его концепцией. Здесь участники общины воссоздали фрагмент стены плача, который находится в Иерусалиме, где каждый желающий может прийти, написать на маленькой бумажке свое желание или на большом листе. Специально для этого здесь есть огромное отверстие, куда вы можете отправить свое желание. А потом волонтеры просто их все вместе соберут и увезут в Израиль. В этой беседке каждую пятницу абсолютно любой желающий может насладиться отличным ужином в приятной компании. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Все легко? Да, прекрасно. А теперь представь себе, вот с такими бородами раввинов, вот с такими песами молодых людей, которые стоят по кругу, человек восемьдесят и начинают так делать. Это очень атмосферно. Это прикольно. Так и да. Друзья, я знаю, что у евреев есть классный танец. Называется он 740. Мне кажется, что на картине изображен не он, но, но пару движений из 740 я знаю и прямо сейчас покажу вам, перед тем, как отправлюсь в следующую точку своего маршрута. Готовы? Внимание, если у вас есть музыка, поставьте, я включаю ее у себя в голове. Поехали. Готовы? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Фу, даже немного устал. Хотя я знаю, что они точно не напрягаются. Потому что напряжение – это стресс. Стресс – это мало денег. А мало денег – это всегда очень плохо. А мы продолжаем наше путешествие и отправляемся в следующую точку. Ресторан-бар «Червоная вежа» – главное злачное заведение города, находится в отреставрированной водонапорной башне. Красная водонапорная башня на перекрестке улиц Пролетарской и Пушкина была построена в 1927 году. А сейчас моя любимая часть работы и путешествий – ужин. Отведаем настоящую бобруйскую кухню в одном из самых атмосферных заведений города. Сейчас в водонапорной башне бар, бильярд, колярный зал и ресторан. А на четвертом этаже есть ресторан с огромной панорамной крышей. Заодно можно полюбоваться городом. Все то, что нужно для настоящего туриста. А пробовать свой ужин я буду на последнем этаже этой невероятной башни. Покажу вам классные виды и наслажусь прекрасными блюдами. Пойдемте посмотрим, какой прекрасный вид. Бывает. Друзья, к сожалению, произошел форс-мажор. И покушать там, где я так хотел, мне не удастся. Но мы очень креативны и нашли выход из ситуации. Поэтому отведать фирменное блюдо мне все-таки удастся. И сделаю это я не один, а вместе с моим сегодняшним гостем, блогером Владом Финяковым. Добрый день. Несчасто мне иду подносят. Ну, мы такие хозяйственные ребята. Угощайся. Можно было две. Пожалуйста, забирай все. И куртку велобайки тоже тебе не подарю. Расскажи, пожалуйста, зрителям, которые еще тебя не знают, чем ты вообще занимаешься, про что твой блог. Ну, надеюсь, меня в бубруски уже многие знают. Я веду свой видеоблог, снимаю различный контент. Вообще, парень резкий, меня не всегда камеры ловят. Я понял. Сказал бы сразу, я бы отсел подальше. Да, может прилететь немножко. Ну, в принципе, занимаюсь аниматорством. У нас своя организация, мы организовываем праздники. То есть дарим счастья людям. Вообще, было бы, конечно, шикарно, если бы мы сейчас начали кушать. Потому что я голодный. Сколько у тебя и в каких социальных сетях подписчиков? Пару миллионов в ТикТоке и... Ладно, 18 тысяч в ТикТоке и 5 тысяч в Инстаграме. Слушай, ну, пару миллионов с твоим рвением и резкостью. Это не проблема. Думаю, что послезавтра будет нормально. Ты же вырос и родился в Бобруске, правильно? Правильно. Какие классные места ты можешь мне порекомендовать? Я путешествую по Беларуси на велосипеде. Хочу посмотреть все. А самое главное, очень интересные и уникальные места. Очень классное место, это Ледовый дворец. Так, Ледовый дворец. Мы там, кстати, были сегодня с утра. Ну, в принципе, кроме Ледового дворца, есть еще Ледовый дворец. Так, это два Ледовых дворца у вас. Вот очень шикарное место, в котором вы только что были. Там очень классный вид. Сюда можно сводить свою девушку и не делать ей предложения. Расскажи, пожалуйста. Я так понимаю, раз ты сюда девушке не делал еще предложения, не приходил, да? Ты здесь уже был. Расскажи, пожалуйста, как здесь кухня? Потому что это заведение очень нахваливает. Ну, в принципе, когда кушаешь на улице, это очень вкусно. Да, это сразу плюс 100 вкусу. Сразу плюс 100 вкусу, все правильно. Ну, а если зайти внутрь, то на самом деле ресторан очень шикарный. Место отличное. Там даже есть лифт, который поднимается до пятого этажа. По поводу велосипедов, ты вообще катаешься, путешествуешь. Я вот, например, уже несколько сотен километров по Беларуси накатал. Я предпочитаю Ламборгини. Ламборгини. Смотреть на картинках, я так понимаю, да? Пока что. Конечно. Ну, ничего страшного. Тогда предлагаю вкусить приятную пищу и дать свою легкую оценку. Как ты на это смотришь? Только справедливую. Давай. Если вкусно, то вкусно. Если не вкусно, то вкусно. Хорошо? Конечно. Отлично. Давайте пробовать, друзья. А, ну, в принципе, вкусно. Можем? Или еще вы что-то хотите вкусненькое? Нет. Нет, если у тебя есть еще какие-то вопросы, а вы... Слушай, ну как тебе? Мне нравится. Картошка шикарная. А как ты вообще к картошке относишься? Поля может садишь? Плохого не могу сказать про картошку. Слушай, Влад, ну в ТикТоке хорошие цифры. Может быть, расскажешь, почему решил перейти в эту сеть социальную? Чего там делаешь поподробнее, чтобы все-таки было понимание? Что ждать, когда мы зайдем и подпишемся на твои социальные сети? Начал снимать, потому что хотел всегда выделяться. Меня смотрела маленькая аудитория, но мне всегда хотелось больше. После чего я пошел в армию, и это чувство снимать у меня всегда оставалось. В армии я за полтора года примерно каждый день писал то, что я буду делать, когда я приеду. Контентент-план уже делал. Слушай, это очень круто. Но мне не хватало оператора. У меня есть друг, который тоже пришел с армии. Так получилось, что он любит снимать. И как-то раз мы сняли очень хайповый видос в Бобруйске, и мы нормально так взлетели. В Токио у нас набралось 50 тысяч подписчиков, после чего нас заблокировали канал. Ну, видимо, из-за хайпа. Из-за хайпа, да. Но мы решили пересоздать аккаунт и начали дальше снимать. Люди стали узнавать, приятно стало ходить по городу. Ну и мы двигаемся дальше. Слушай, ну это очень круто. История подъема и падения невероятная. Слушай, Влад, а по поводу тревела по Беларуси, расскажи, в каких ты, может быть, еще был городах? Не важно, на велосипеде или просто в автобусном туре. Что видел интересного? Может быть, в следующий раз мы отправимся именно туда. Возле Солигорска есть отличные озера, прозванные Белорусские Мальдивы. Там очень красивое место, голубые озера. Чувствуешь себя, как будто ты не в Беларуси. Часто там бываешь? Каждое лето. Наше путешествие сегодня скрасил дождь. Из-за чего дорога намокла и стала довольно-таки скользко. Так и до несчастного случая недалеко. В этом деле лучше быть начеку. Поэтому советую вам страховой брокер Атлант-М. Помогут подобрать самое выгодное предложение, проконсультируют, помогут оформить все необходимые документы. Обращайтесь! Костел Костел был не только самым высоким, но и единственным кирпичным зданием на Октябрьской улице. От него она и называлась какое-то время Костельной. Возможно, один из самых необычных костелов Беларуси находится здесь, в Бобруйске. Согласитесь, нечасно можно встретить храм без фасада. Вернее, фасад есть, но это классическое пятиэтажное советское здание, заменившее башню. Пристроили его к костелу в конце 60-х. Тогда костел был частично разрушен, снесена стрельчатая башня и притвор. А еще больше интересной информации мы узнаем у работника краеведческого музея Зданович Ларисы. Лариса, добрый день! Добрый день! Рассказывайте, что это за уникальное такое здание? Здание на самом деле очень интересно и имеет богатую историю. В конец 19-го, начало 20-го века строительство католических костелов на территории нашей республики, которая входила в состав Российской империи, было значительно усложнено. Можно было специальное разрешение. У нас с этим было полегче, потому что здесь находился деревянный костел, но он сгорел при большом пожаре в 1902 году. И уже в 1906 году здесь был построен каменный костел, и четырехгранная башня, колокольня была увенчана высоким шатром, и колокольный ярус сам был прострелен такими стрельчатыми окнами, что называется. Но вообще строился этот костел на деньги и прихожан, и добровольные пожертвования всех жителей города и любых людей, которые имели интерес к этому зданию. И что самое интересное, даже после Великой Октябрьской социалистической революции, которая внесла некоторые изменения в жизнь людей, костел продолжал действовать. Но уже в 1922 году из всех храмов были изъяты все религиозные ценности, что католикам Бабруйска не помешала приходить в костел и совершать обряды и крещения, и венчания. А вот, к сожалению, уже в 1935 году было запрещено полностью всем священнослужителям совершать, в общем-то, все обряды. Поэтому в здании костела расположилась сельскохозяйственная выставка. Да, вот интересно очень по эпохам, что происходило с этим зданием? Как-то же пристроили эту пятиэтажку в какой-то момент. Совершенно верно. Вы можете представить, на территории вокруг храма, которая находилась, располагалась выставка сельскохозяйственных животных и крупного рогатого скота. Самое интересное, что когда вошли фашисты в город, это был 28 июня 1941 года, начался трехлетний период оккупации. Они занимались геноцидом советского населения, но не препятствовали возобновлению открытия всех храмов. И начались снова богослужения, и уже в костеле был свой ксенц, но он был уже немец. Потом, после освобождения города, это 29 июня 1944 года, пришел, то есть освободили город, советская власть вернулась. И у нее были немножечко другие планы в отношении религии. Они тогда практиковали атеизм. И храм был снова закрыт. Вот как раз с того момента начались такие реконструкции, реорганизации. Во-первых, сначала здесь размещался архив зданий, а потом сделали кинолекторий. Ну и вообще при Советском Союзе многие храмы, конечно, пострадали. Некоторые были реконструированы, переоборудованы или разрушены. Но что было с костелом? Они снесли два этажа звонницы и пристроили пятиэтажное административное здание. В нем размещалось управление строительного отреста номер 13. А как раз вот в этом зале, основном зале, на алтарной части установили сцену, повесили экран, осветительные приборы, занавеси. И проходили здесь не только партийные собрания, но еще устраивались танцы. Ну а в 97-м году здесь уже закончилась реконструкция, восстановили алтарную часть костела. И прихожане уже с удовольствием, конечно, приходят, совершаются всевозможные обряды и богослужения. Но, как вы видите, он еще немножечко все-таки реставрируется, не до конца. Ну это радует, что его не забросили, а продолжают инвестировать и восстанавливать. Да, очень активно борются за восстановление нашего костела. Мне кажется, что в Беларуси ни у одного храма нет такой истории. Длинный, интересный, непростой. И как минимум точно никому не пристраивали дом. Дом. Совершенно верно. Зигзагообразная история. И все-таки католики нашего города надеются на то, что в скором времени колокольня, звонница будет восстановлена в первоначальном виде, как она была в начале века 20-го. Хочется в это верить. Спасибо большое. Прекрасная история. Я еще немного погуляю, посмотрю, что же там все-таки за дом. Вас благодарю за информацию. Пожалуйста, всего доброго. Вот и закончилось мое путешествие по Бобруйску. Я получил столько новых впечатлений. Изучил историю Бобруйской крепости, изучил новый танец, вкусно отужинал и освежился Балтикой ноль. Это было тревел-шоу «Велобайки». И я его ведущий Макс Лозо. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok